Здравствуйте! 26 августа откроется осенний сезон охоты, с чем я, конечно же, поздравляю многих и многих охотников Алтайского края, потому что знаю, что они точно ждали этого момента. Подробно мы сейчас и про охоту и, кстати, о вопросах безопасности поговорим с начальником управления ветеринарией Алтайского края Владимиром Александровичем Ведяпином. Здравствуйте! Добрый день! Владимир Александрович, вас стоит поздравлять с этим праздником или вы к нему холодно относитесь? Я к нему отношусь ровно. Дело в том, что я сам не охотник, но рад за тех людей, которые активно занимаются охотой, для которых действительно открытие охоты – это настоящий праздник. Ну, я так думаю, что среди ваших друзей и знакомых их огромно. Конечно. Вот давайте для них мы и расскажем. Начинается осенняя охота, это водоплавающая дичь, насколько я понимаю. Не только. Ну и не только, да. До какого времени она продлится, ну и дальше уже поговорим о том, чего стоит опасаться. Все-таки сначала о сроках. Что касается сроков, то открытие охоты у нас 26 августа, как вы уже, Максим, сказали. И на водоплавающую дичь, на степную дичь, на болотную луговую дичь охота продлится до 20 ноября. На боровую дичь продлится до 31 декабря. Хорошо. Вот я уже заявил вопросы безопасности, но мы сейчас будем говорить с вами не столько о том, как ухаживать за оружием и как им пользоваться, потому что все-таки это источник опасности 100%, а о другом. Насколько я знаю, практически каждый год вы, ваши коллеги по всей стране говорят о том, что вообще водоплавающая дичь, это не просто трофей потенциальный, это не просто птица, это потенциальный переносчик очень серьезной заразы под названием птичий грипп. Так ли это? Все верно. Любая птица, особенно дикая водоплавающая, является источником, возможным источником заносу на территории Алтайского края вируса гриппа птицы. Вот в этом смысле есть какие-то определенные правила, как, если вы ее добыли, как ее разделывать, что с ней делать? Давайте об этом поговорим более подробно. Для того, чтобы не допустить занос вируса на подворье у нас, вы прекрасно все знаете, что у нас достаточно активно развивается птицеводство, как в промышленном, так и в личном подсобном хозяйстве. Практически в каждом населевом пункте у граждан содержит какое-то энное количество птиц на подворье. Куры, гусь и утки. Стандартный набор. Как обычно. И для того, чтобы наши питомцы на подворье не заболели, охотнику необходимо выполнять ряд несложных мер, которые приведут к недопущению заноса вируса на подворье. Первое. Во время охоты и добычи трофея потрошить птицу необходимо именно на месте проведения охоты. И продукцию, которая получится при потрошении птицы, необходимо утилизировать не где-то выбрасывать, а закапывать на глубину где-то 50 сантиметров непосредственно там же. Ни в коем случае не скармливать домашней птицей, не скармливать, допустим, своим собакам или другим животным. Ну и птицу при потрошении тщательно мыть руки, естественно, обычной гигиеной. И эту птицу необходимо хорошо проваривать при готовке. И остатки также не скармливать домашней птицей или каким-то животным, а также утилизировать, закапывать. При возвращении с охоты, тоже немаловажный момент, ни в коем случае в этой одежде не идти сразу ухаживать за домашней птицей, а хорошо помыть обувь и простирать одежду, ее просушить на солнце. Так все серьезно. Давайте разберемся. Вы сказали, что не скармливать собакам и другим животным, ну, условно говоря, свиньям, например. Они-то каким образом могут передать заразу птичкам, которые находятся на подворье у людей? Дело в том, что при скармливании, допустим, тоже собаке у нас зачастую птицы, ходив внутри подворья, достаточно вольно. И животное, собака может, так сказать, поделиться с домашними питомцами при поедании. По-соседски, да, видимо? Да. Хорошо. Фактически охотники тоже являются переносчиками птичьего гриппа. Я правильно понимаю? Потенциальными? Потенциальными. Потенциальными в том числе. Возникает вопрос. Птицы, когда прилетают в наши края, как мы говорим, к себе домой, я понимаю, что они с собой оттуда, из теплых стран, из Средней Азии, они эту заразу могут сюда принести на своих крыльях, на своих перышках. Но сейчас-то они уже здесь пожили, поели, соответственно, у них приплод случился, птенчики выросли, они сейчас улетят. Получается, угрозы никакой нет? Не совсем так. Дело в том, что в дикой природе вирус циркулирует постоянно. И зачастую, допустим, водоплавающая птица, она не будет проявлять клинических признаков, но будет носителем вируса. В связи с этим, пока птица находится на территории нашего субъекта, угроза будет реальна. Хорошо. Были известны случаи, когда люди заражались птичьим гриппом, до сих пор эта опасность остается, то есть у нас никаких супервакцин там не придумано, и те же охотники тоже могут им заразиться, правильно? Все верно. Дело в том, что у нас существует три сиротипа гриппа птиц, А, Б и С, и вот как раз первый сиротип, он является, может повлиять на человека. И дело в том, что этот вирус достаточно активно, как любой грипп, он активно видоизменяется. Соответственно, при заболевании именно данным вирусом, человеку необходимо принимать все обычные меры, которые принимаются по лечению гриппа. Владимир Александрович, из открытых данных мне стало известно следующее. Последние случаи заражения в Алтайском крае именно, они были в 2014 году, то есть достаточно давно. И в принципе каких-то серьезных последствий, ну вот, например, сейчас у нас свиной грипп бушует по стране, и там серьезные последствия. Вот таких последствий не было даже в 2014 году. Можно ли в связи с этим сказать, что птичий грипп был уткой? Извините за каламбур, конечно. Я, Максим, немножко вас подправлю. У нас вирус африканской чумы свиней. Да, простите, африканской чумы свиней, да, бушует. Да, грипп свиней. Дело в том, что на сегодняшний день на территории Российской Федерации зарегистрировано в 11 субъектах данное заболевание грипп птиц. И зарегистрировано более 30 вспышек. То, что на сегодня, за последние три года мы не регистрируем данное заболевание у нас в Алтайском крае, это очень кропотливая плодотворная работа всей исполнительной власти субъекта совместно с населением нашего региона. И сказать о том, что вот этот результат, он взят неоткуда, я не могу. Давайте тогда его точню. Вы сами сказали, что у нас, ну, большая традиция, в принципе, по всей России на подворье держать птиц, просто потому что они дешевле в уходе, да, и в производстве. И это только частные случаи, а чего же говорить про большой бизнес, большие предприятия, у которых у нас тоже немало. Получается, что потенциально угроза возникновения вспышек на территории Алтайского края, она очень высока. Это самая угроза. И все спокойно и тихо. Насколько же кропотливо вы работаете. Вы спите, иными словами? Нет, я хотел бы отметить, что в этой работе принимаем участие не только в управлении ветеринарией Алтайского края. Вот те меры, которые предпринимаются, допустим, на ограничение весенней охоты, да, у нас на территории Алтайского края, они также плодотворно влияют на снижение вероятности заноса вируса на территорию Алтайского края. А в том, работа Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края по предупреждению, проведению разъяснительной работы среди охотников, она тоже дает свои плоды. В завершение, есть ли какие-то признаки на домашнем подворье того, что птица заболела, куда звонить, к кому обращаться? Необходимо обратиться в территориальное управление ветеринарии, которое находится практически в каждом муниципальном образовании Алтайского края. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях был начальник управления ветеринарии Алтайского края Владимир Ведяпин. Вам всего доброго и будьте здоровы.